Всем здравствуйте! Иван Соловьев. Сегодня мое обращение посвящено теме вчерашнего праздника, Дня Защитника Отечества для кого-то, Дня Советской Армии и Флота. И, с сожалению, вынужден об этой дате говорить опять в контексте несправедливости применения положений, норм законодательства в публичных мероприятиях, указов губернатора по коронавирусу в контексте разных лиц. Как известно, сейчас в производстве Краевого Суда находится наш иск о признании незаконными, положении указов губернатора при остановке, фактическом запрете всех видов публичных мероприятий, митингов, собраний, одиночных пикетов и прочего. Тем не менее, даже за времен рассмотрения нашего иска на протяжении уже двух месяцев, в каждые практически месяцы или две недели принимаются акты губернатора, смягчающие ограничения. И ныне реально уже практически разрешили все. Это спортивные мероприятия с болельщиками, работу дворцов культуры, заведение общепита, где массово собираются люди, ну, кроме публичных мероприятий, которые представляют наибольшую опасность для граждан, по мнению чиновников, а по нашему мнению, очевидно, являются неугодными и нежелательными. Так вот, вчера, как можно смотреть на официальном портале Краснодарского края, в аккаунте Александра Усс иных чиновников прошло мероприятие массовое, в части возложения цветов на площади Победы, памятнику Вечному огню. Конечно, хорошее мероприятие, ничего против этого не имею. И как бы одобряю такое действие. Но в контексте указа губернатора действующего, 71 пункта 2, который запрещает, ну, приостановит полностью возможность проведения не только публичных, но и культурных, и просветительских, иных массовых мероприятий с сочным участием граждан, это становится, я считаю, неправильно со стороны губернатора. Тем более, как можно видеть по фотографиям, они чиновники, и полицейские высокопоставленные, отчаяния генерала Речицкого, нарушали еще и указ 73-й губернатора. Это в части пребывания в масках защитных, в местах массового скопления граждан, соблюдения социальной дистанции, или для них коронавирус не действует, или особое толкование закона. Очевидно, что это вызывает какое-то непонимание граждан, недовольство обоснованное. И ладно бы в этот 25 февраля, такой праздничный день, сказали бы, ну ладно, никаких этих там споров с полицейским, всем можно проводить, как-то выразить свое уважение памяти. Но в информационных источниках, кстати, известно, что схожие мероприятия по содержанию представителей левых сил у памятника Александра Матросову, на Матросову пытались привезти Екатерина Фатьянова, активистка, все-таки это день Советской армии и флота, день рождения Красной армии в 18-м году, отдать память, там, какой-то поднять свой флаг, там, два, буквально три человека, как пишут. Но тут же появилась полиция, запретила им, сказала, вы нарушаете общественный порядок, публичные мероприятия проводите. Это, значит, вне закона. Политические какие-то призывы партии. И мало того, как я сказал, уже губернатор проводил мероприятия, там, все высшие чины. Но еще и молодая гвардия, которая отличилась велопробегом, ну-то, которая руководителя с нашей подачи оштрафовали, Дениса Перека, провела свое возложение, тоже организованной группой массово, с символикой, шарфами своей организации, которые преподнесли они как акция молодой гвардии политической партии, единой России. Они возложили цветы, провели мероприятие, осветили, и не видно там на фоне ни полиции, ни предписаний, что их там больше, чем у Фатьяновых было активистов, что их кто-то разогнал, предупредил. Вопрос. Там политические, грубо говоря, силы. Тут Единая Россия, молодая гвардия. Почему разный такой подход? Или полиция не знала, не видела, но теперь узнает в любом случае, ну и направлено уже соответствующее заявление и в прокуратуру, и в органы МВД. Тем более Денис Топерек уже имеет признаки рецидива, он уже привлекался за публичные мероприятия. А тут часть 8-ая может маячить. 22, там, 30 суток, или штраф 150, 300 тысяч. Но, что вызывает еще более непонимание, ощущение, вот эти двойные стандарты, которые тратят чиновники, правящая партия. Ну, давайте, отмените это положение обосопрятия указов, не откладывайте, пусть по 2-3 человека выйдут. Если вы так уверенны в своих силах, ну, дайте другим высказаться. И при том, что молодая гвардия пройдет мероприятие, когда вот накануне выборов в Госдуму, а избирательная кампания на довыборы в Горсовет на вакантное место Курамшина на мандатное в Ленинском районе уже началась. Это можно расценивать пиар. То есть, как мы возлагаем память, дань памяти погибшим за родину от Единой России опять, а другим партиям, левым нельзя, а левый фронт коммунисты там по всей России запрещают. Двойные стандарты. Я считаю, это недопустимо. Ну, кроме того, уже на той неделе я приметил такой вот интересный ход. Как я считаю, наши чиновники, губернатор там, Пономаренко, иные кадры уже на опережение смотрят. Как там, вот если все-таки разрешать публичные мероприятия, митинги, они делают ход поглубже. Так, в ЗАГС собрание в 12 февраля внесен законопроект номер 894-10 ПЗ о внесении изменений в пункт 2 статьи 5 закона края об отдельных вопросах проведения в Казахстане собраний, митингов, демонстрации, шествия, пикетирования. Вносится поправки в места, в которых запрещено публичные мероприятия. Ну, как там, пояснительная записка, это все постановление Конституционного суда, конкретизировать объекты социальной инфраструктуры, где нельзя проводить мероприятия. Тут пишется, что это объекты жизнеобеспечения, электроэнергетика, подстанции, распределительные пункты. Ну, все правильно, где митинги, публичные мероприятия проводить опасно, чтобы, наоборот, типа, обоснованно не ограничивать широкими формулировками права граждан. Да, в рамках Конституционного суда постановление по искусству Самарской области. Но в данном проекте добавлен еще один пункт по инициативе края. А это именно запретить проведение публичных мероприятий на строительных площадках, вещественных, аварийных домах, здания, строения. Ну, для защиты, опять же, как они пишут, граждан. Ну, в принципе, логично, на стройках там, на каких-то аварийных, кто проводит митинги, там можно в котлован упасть, погибнуть. Но не все так просто. На прошлой же неделе объявлено голосование на администрацию города Красноярска на портале «Я гражданин» по ремонту и реконструкции, там обновлению сквера космонавтов на этот год. Потому что именно в этот предвыборный год администрация приспичило ввести изменения сквер космонавтов. Там, ну, в основном, я видел проект это ближе к бывшему зданию Алпе Северный, там, где елка стоит. Но и фонтан, и КАР они хотят обновить. Где к Торисону проводятся митинги. И логика может быть, по моему мнению, субъективному, такая. Начать стройку, огородить забором фонтану КАР, строительная площадка, вы подаете митинг, специально отведенное место, не можем. Для безопасности вашей не согласуем, то, что федеральный закон сейчас расширились с этого года, что цели безопасности граждан, угрозы жизнью, там, чрезвычайных ситуаций могут отказать. Вот. По закону тому же края положено два специально отведенных места на город. Еще остается ДК Кировский. Но неизвестно, предложат ли альтернативу с Киару космонавтов или запендюрят куда-нибудь на окраину. Но это вероятность есть. Когда я организовал митинг 13 сентября, когда на два месяца снимали, так сказать, полную приостановку за счету предзаключенных в сфере космонавтов. Но городская администрация и там чинила препятствия, там все запугивала. За день я пришел, увидел разобранную брусчатку. Дорогу там огородили, мешала демонстрация. Но я сразу это позиционировал, осветил и сказал, что если не будет паспорта объекта какого-то, закупки тендера на ремонтные работы, за такую провокацию кто-то ответит. Видать, Шувалов, бывший прокурор, юрист там, Пономаренко напрягли, извили на УЗ. Решили похитрее. Вот будет закупка. Жители попросили, внесли замечания. Поэтому я предлагаю всем зайти на портал «Я гражданин», кто солидарен с правом, защищать право выражения граждан публично, и проголосовать, что какие-то изменения, обновления в сфере космонавтов не требуются, по крайней мере, в этом выборном году. Там проводятся мероприятия. Можно администрацию города написать. То есть все вот эти вот схемы подколодные, это все вот прочитывается. Не надо быть, что вы такие умные. И вообще бы посоветовал Александру Усу, Еремину Швалову, Пономаренко, который сейчас в сетях пишет. Что вы жалуетесь? Черное небо. Вопрос. Вы авторитет свой вот хвастаетесь, что у вас все под контролем, где-то заочно. Личный прием все не можете, граждан возобновить. Митинги боитесь провести. Вот если бы вы реально могли прийти на митинг, как в Казани делают чиновники, на любой позиционный, выступить, так зажигательно выступить, проникновенно, чтобы народ вам хлопал, переубедить и не сказать, вот эта власть, вот эта правящая партия, вот они, Единая Россия, мы вас поддержим. Таким демонстрированием фарраторские качества, которым и Троцкий, Керенский, Ленин бы позавидовал. Тогда вот уважение, чтобы еще в оппозиционеров организовал митинг, так сказать, может кто и плюнул. Зато какие вы неправильные. А пока вот это вот, двойные стандарты, я надеюсь, что полиция все-таки, если вы настоящие офицеры, вы будете ко всем равно применять закон и к оппозиции, и к единой России. Всем спасибо.